Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, дам свои комментарии по этому поводу, и ваш комментарий тоже приветствую под видео. Давайте приступим. Горелла, здравствуйте! Я ваша подписчица на YouTube и хочу выразить огромную благодарность за ваш канал. Очень мудрые советы дайте спасибо. Очень интересно вас слушать. Как я на него попала, догадываетесь? Ну, конечно, курортный роман с турком, закончившийся для меня ничем, кроме головной боли и переживаний. Если позволите, хочу об этом рассказать. Может, вы опубликуете его, чтобы другим девушкам не совершать моих ошибок. Надо рассказать о себе. Мне 36 лет в разводе с ребенком. С бывшим мужем остались друзьями, просто не сошлись характерами. Мы просто решили не мучить друг друга и разойтись. Боже, это даже приятно слышать, хотя и тема о разводе, когда люди приходят к обоюдному, не терроризируя друг друга и понимая, что им просто не по пути. Это, наверное, самый идеальный вариант развода или расставания. В деньгах, поклонниках я не нуждаюсь. И того и другого в достатке. Могу позволить себе отдыхать за границей, но в связи с последними событиями выбор в стран, конечно же, стал невелик, и остановилась я на Турции. И вот такой поездке я налетела, в кавычках, на него. Я отдыхала с компанией и со своим ребенком. Отдых был супер, я просто наслаждалась шикарной погодой и бездельем. Персонал отеля очень тактичный, вежливый, доброжелательный. Никакого хамства, намеков в свой адрес не получала. Знаете, его и не должно быть. Вообще в хороших отелях не то, что хамство или намек на флирты какие-то. У персонала вообще в хороших отелях запрещается, если что. Вот всякие такие истории в большем проценте, я не говорю, что за все, 100%, но больше всего это будет в частных, небольших отелях, маленьких сетевых отелях, 4 звезды таких вот, стареньких отелях и так далее. Там немножко, если мы берем люксовые отели, они просто все включены, там 5 звезд, да, ну, Рикс, например, и тогда их очень-очень много всяких различных. Там дисциплина, там другой отбор персонала серьезный, да, там зарплаты повыше. Поэтому персонал отеля, они всегда позволяют себе не то, что вольность, а вообще какие-то флирты с сотрудниками, с поселенцами, как назовем, с гостями, да, постояльцами отеля. Вот. Ну и там в таких отелях, конечно же, все проще решается. Кстати, если что, обратитесь всегда к менеджменту, скажите, что вам неприятные знаки внимания, против которых тут оштрафуют и на место поставят, если бы вы обращались. То есть, я не говорю о том, что в крутых и люксовых отелях не подкатывают, но это вообще в разы меньше ситуации. Они боятся просто там это делать, и что не могут лишиться своей работы. Давайте продолжим вашему письму. Но один взгляд на себя я все же ловила каждым разом еще чаще и чаще. И где-то на четвертый день отдыха я поняла, что со мной что-то происходит. Меня притягивают его глаза. Он сотрудник отеля, мужчина на 30 лет очень красивый и милый. Случайно получилось нам с ним заговорить по какой-то там ерунде в отеле. Но очень он обрадовался, что я к нему обратилась с вопросом. Он сразу стал интересоваться, откуда я, как меня зовут и тому подобное. Он представился сам. Дальше все как в тумане, потому что меня просто накрыло странное чувство, которое я давно никому не испытывала. Какая-то подростковая гормональная влюбленность. И чем больше он на меня смотрел, тем больше я пропадала. Следующие дни были сказкой. Не хочу описать подробности, но это было настолько эмоционально непривычно для меня, что я себя не узнавала. Я здесь остановлюсь. Причина сразу вам скажу, даже не дочитывая письмо. Причина в том, что вы себе позволили эмоции. Вы по жизни человек, эмоции, скорее всего, подавляющий, избегающий. И вы стараетесь убежать от происходящих проблем и всего прочего. Эмоции себе не разрешаете, подавляете. Эмоции разные спектры. Любовь, чувство, привязанность и так далее в том числе. Поэтому с этим человеком вы легче преодолели некий барьер для себя самой. И для себя самой позволили чувствовать эмоции, переживать эти эмоции. То есть проблема вообще у вас есть, так можно сказать, в вашей психике, что вы подавляете себе, не разрешаете чувствовать что-либо, некий спектр, какие-то группы эмоций. А с этим человеком, под вот этим воздействием, назовем так, вы это преодолели и почувствовали. То есть кайф не в нем, проблема была от самого процесса. Вы для себя себя увидели в другом свете, для себя прочувствовали, прожили что-то другое. И от этого вам было хорошо. Он говорил те слова, которые я еще хотела слышать, что мечтал, чтобы я обратила на него внимание. Что он очень стеснялся подойти, что я единственная неповторимая, что он искал меня всю жизнь, все как по учебнику. Но у любой сказки есть конец. И обменявшись номерами и обещаниями, что я вернусь, мы расстались. Я улетела домой. Потом две недели общения уходящего на нет. И к концу второй недели я первая ему написала. Он нехотя отвечал, я чувствовала что-то не так и поняла, что продолжать нет смысла. Как бы не было больно, лучше остановиться. Мы перестали переписываться, но остались подписанты друг на друга в соцсетях. Я укратко следила за его жизнью. И все бы ничего, но есть одно но. В этом году мы с ребенком и подругой снова поедем отдыхать в отеле. Так как там очень нам понравилось искать что-то другое, просто нет сил. Как я поняла из соцсетей, он там работает снова. Но сейчас что-то у него там произошло. Он удалился своей страницы в соцсетях и сменил симку. Никаких новостей, там ли он или нет, у меня нет. Я вам скажу, женился. Или жена его застукала зачем-то, или отношения появились. Все, кто на курортах знакомятся, тусуются. Они все меняют телефоны, симки удаляются, соцсети и так далее. Все это, когда они хотят сжечь контакты предыдущие, память. Я больше скажу. Они, скорее всего, проходя на улицу, будут идти с девушкой или женой, сделать вид, что он вас не знает, не видел, не поздоровается, отвернет лицо и сделает так, чтобы вы не встретились. Вот таких курортников различных, если вы знакомились, если у них есть действие, что они, короче говоря, не знаю, не могу сказать, стали на путь истинный, ну, не знаю, про серьезные отношения, или что-то там у них, короче, серьезное, реальное, что-то настоящее назрело, они вычеркивают свое прошлое, стараются как минимум вычеркивать, или максимально ее скрывают. Поэтому смена номера, адреса, работы, там, не знаю, блин, внешности и всего прочего, или круга друзей, нормальная абсолютно тема. Никаких новостей там он или нет у меня. Ехать стесняюсь и боюсь. Взрослая тетка, веду себя как подросток. Ага, вот он и ответ. Нет, ведете вы себя как подросток, потому что вы себе в последний раз такие чувства переживать, эмоции разрешали в том подростковом возрасте. И сейчас у вас это все мыкнуло заново. То есть того периода, может быть, у вас была травма на эту тему, вы стали запрещать себе чувства или чувствовать, подавляете в себе это. И сейчас вы некомфортно себе, это вся проблема, как бы игра в вашей голове. И он уже забыл, поверьте, у него, он в своей открытой жизни, он куда-то делся, он там что-то поменял, и ему до вас никакого дела, скорее всего, не будет. Может быть, интерес, может быть, общение, но только с целью, извините, как я и скажу, парочки каких-то легких связей, безответственных и так далее, для приятного времяпрепровождения. Все, что от него можно ждать. Но если он, типа, стал на путь истинно серьезные отношения, то он даже на это может и не пойти, чтобы не испортить то, что у него сейчас есть, если он это ценит. Хочу снова его увидеть, но и надоедать не хочу. Очень боюсь, что он будет там про меня всем рассказывать, в подробностях что-то хвастаться, даже смеяться надо мной. И отдохнуть хорошо, у меня тогда не получится. Прямо растерялась, я не знаю, как себя вести. Если он там будет, если нет, то грустно, конечно, но будет проще. Так что вот такая моя история. Я вам сейчас скажу, конец истории, я вам сейчас расскажу. Смотрите, вообще в идеале вы едете туда, и даже если он там есть и работает, вы его не замечаете. Вы с ним не общаетесь, не тусуетесь, не ищите вообще знакомства, какого-то продолжения, и вообще ничего не рассчитываете. Ваш максимум, его не замечать, отворачивать лицо, как бы я про хорошее, да, говорю, чтобы для вас выгодно было, и делать вид, что вы вообще не знакомы. Если совсем в глаза встретились, сказать привет, и все. То есть он начинает задавать вопрос, лезть под шкуру, или что-то лишнее, с кем ты, кто ты, что-то приехала, и там с мужем уже, или тут где твой ребенок, все прекрасно, я отдыхаю, все пока, и сливаемся. Вот это самое правильное, достойное поведение, чтобы про вас не судачили, не обсуждали с персоналом, и вот этого всего не было. потому что вы все держите дистанцию. Было и было когда-то помутнение, рассудка там, в прошлый раз, и все. Тогда как бы это самый вариант, чтобы о вас достойно думали, или вы себя комфортно чувствовали. Проблема вот можете так, пожалуйста, но вы же что хотите-то? Вы же хотите снова пережить те эмоции, 16-17-летние, подростковые, которые вы вообще, не он вам нужен, вам нужны эмоции, а он, это такая палочка-вручалочка, ключик, включать эти эмоции и встречаться с ними. Потому что без него вы себе это запрещаете делать. На его месте может быть любой другой человек. Так что если вы хотите какого-то приятного общения, просто не общитесь с ним, а найдите себе друга, товарища, я не знаю, как это можно назвать, я не как бы подбиваю вас на какие-то связи, ни в коем случае, ведите себя достойно и прилично, ни на что вас не провоцирует к действиям каким-то, но можно общаться и просто так с людьми без какой-то близости интимной и тому подобное. Если вам нужны чувства и эмоции, знайте просто себе мужчину, парня. Короче, знаете, пришло время вообще вам по жизни сходить к психологу или разобраться в себе про эмоции и научиться самой их проживать, вы себе их сами запрещаете. Хватит искать костыль или палочку-выручалочку, которая позволяет пережить эмоции, вы их можете научиться переживать самостоятельно, разрешить себе это делать. Научитесь, пожалуйста, благодаря специалисту, он вам поможет 100%. Найдете причину, просто почему вы себе это запрещаете, проработаете это и будете спокойно жить дальше. Вам вот эти вот всякие курортные или еще какие-то мужики, которые позволяют это почувствовать, не нужны будут. Но вот в ситуации данной с ним, если вы хотите про как мне чувствовать себя безопасно, защищенно, чтобы обо мне несут, обо мне несу дачи, и все вот это прочее, мне общаться с ним. И вообще в отеле ни с кем не знакомиться. Найдите себя, человека, товарища, друга или приятные эмоции за территорией отеля, пожалуйста. На этом отеле вся жизнь не закончилась. Не в магазинах при отеле, сходите на вечеринку, на дискотеку, и там, я не знаю, какой это отель, уровень, все прочее, если что-то вокруг или нет. Но, короче говоря, пообщайтесь с кем-нибудь еще. Может, у вас какие-то еще новые интересные эмоции появятся, понимаете? Не зацикливайтесь на этом, чего вы к нему привязались? Человек явно там удалился и все прочее, у него что-то вообще свое есть, не лезьте вообще туда, дайте ему шанс начать новую жизнь. У него какие-то передряги стопроцентные были, с какими-то барышнями что-то выяснял, он максимально изолировался и защитился, как мог. Ваше появление для него это провокация, будет, если у него все так сейчас происходит. Я вам сразу говорю, ничего серьезного не может быть, это максимум какое-то приятное парочку распровождения времени. Короче, вы понимаете, короче говоря, вам это надо или нет, вообще решите, что вам надо. Проблемы только в вашей голове, никто о вас там ничего не думает, уже скорее всего забыл и так далее, и так далее. То есть, вы благодаря ему встретились с определенными размышлениями в своей голове про себя и про свою жизнь. Это вам вообще, как бы, знаете, такая дверца приоткрылась, теперь покопайтесь там, понаблюдайте себя, какие у вас мысли, вообще подумайте, какие эмоции вы себе запрещаете, когда это началось примерно в вашей жизни, почему это вот такой подростковый период, что после него не было, почему эти эмоции не разрешала я себе. Я вам больше скажу, ваш бывший супруг вам не давал эти эмоции или не способствовал тому, чтобы вы их у себя не блокировали, поэтому вы с ним и разошлись, это одна из ваших потребностей была, он не стал этим человеком, с которым вы себя так чувствовали легко, приятно и влюбленно, или эта влюбленность, она быстренько прошла, а потом, короче, вопрос чувства и эмоций и у вас. Блин, ну чтобы себя чувствовать хорошо, вы просто сходите к психологу, пообщайтесь на эту тему, будет денег меньше потратить и в итоге, чем на поездки какие-то куда-то, ну и про отдых, это понятно, я потом про всякие общения, влезать в какие-то отношения с иностранцем, например, и так далее, и так далее, и так далее. То есть дешевле будет разобраться в себе сначала, а потом посмотреть, что из этого выйдет, каких мужчин вы к себе захотите подпускать, какой у вас интерес вообще появится, здесь влюбленность, чувство, тут и про любовь к себе на самом деле, не только про мужчину, но у вас потерян вот этот план чувства, эмоции про любовь, у вас утерян диалог с самой собой в этом плане, если вы понимаете, да, о чем я хочу объяснить. Вы либо себя не любите, не принимаете определенную себя, запрещаете себе, или запрещаете эмоции, вас научили их отвергать, или вас этими эмоциями с влюбленностью уже отвергли, или говорили, что это неправильно, нехорошо, вы научились блокировать это, но вам это очень сильно нужно. И потому первые встречи, кто смог вам позволил этот барьер внутри себя преодолеть, он стал таким интересным, манищим, интригующим, ну поверьте, на его месте может быть любой другой человек. Если мы подавляем эмоции, вот правильно, про любовь, секс и так далее, это все начинается очень часто от любви к себе, то есть вы не умеете себя любить, или вам говорили, что любить себя не надо, или разучили вас это делать, или вам понижали самооценку, там оскорбляли как-то, называли, не знаю, косая, кривая, ноги такие-сякие, знаете, вот это вот все, про принятие себя, своего тела, своего состояния, вот это все, оттуда вообще растут ноги, на самом деле. Тогда мы начинаем себе это все запрещать, думать, ах, эмоции эти не нужны, все в порядке, ни в чем не разбираемся и так далее. На самом деле, муж, когда там травма сидит, которую вы так и не пережили, и не смогли с ней справиться, и все просто запрещаете, чтобы с этим не сталкиваться, не встречаться. Он же человек, который поможет это пережить, как проще так скажем, да, просто так нарываться, сегодня он, завтра будет кто-то другой, не обязательно для этого ехать в другую страну, такой же эмоциональный, красивый, притягательный мужчина, который поднимает вашу самооценку тем, что оказывает у нас такое активное внимание, сексуальное, притяжение, вы от него отметите, везде можете, по сути, встретиться, даже у себя дома, да, условно, и учать никуда не надо, и вы войдете в эти отношения, потом, скорее всего, разочаруетесь. Короче, это такой опыт приобретать. Зачем учиться создавать свои ошибки делать, учиться на ошибках? Это можно вообще не так болезненно и приятно, скажем так, ощущение все это прожить со специалистом. Вот я к чему. Поэтому вообще, короче, по итогу, спрашивали про отпуск, закончили еще про другое. У меня всю проблему, суть, да, пыталась изложить. Едете спокойно в отпуск, не ищите с ним, пожалуйста, встречи, будьте гордой, в первую очередь, думайте о себе. Если вам важно, что у вас в отеле думают, рассказывают, сплетничают, это будет, если вы будете с ним продолжать общение. Вот сразу скажу. Не будете, скорее всего, гордо эта история не всплывет. Все. Пересуживать просто нечего будет, понимаете? Вы себя покажете просто вот такой и все. Вопросов к вам не будет. Вас будут уважать, назовем тогда. Если уж очень сильно хочется въедеть еще, конечно же, там есть этот, вы выбрали этот отель, другие выбирать сил. Нет, ну что за бред? Отели навалом. Можно было выбрать, но не хотелось. Или у нас все равно будет. Короче, повод всегда найдется. Давайте будем честны и скажите ответ на этот вопрос честности для себя. Не хотелось в другом месте искать. Ну окей. И просто пообщите с кем-нибудь другим, просто не в отеле, пожалуйста. Вот и все. Не несите, не кладите все яйца в одну корзину. Если вы будете так делать, то да, у вас удачи, сплетничают будут. Это будет. Проверьте как-то время по-другому. Возьмите больше каких-то экскурсий. Не сидите вы в отеле. Это скукота вообще. Проведите время активно. Это и будет интересно. У вас ребенок уже постарше, что я не знаю, как его возраст, но все равно ребенку это интересно. Будет пообщаться, людей, культура, посвятить все такое прочее. У вас и мнение о стране, о людях будет другое совсем, поверьте. И люди интересные, хорошие, можно общаться. То есть проведите как-то по-другому свой отдых, спланируйте. Всем будет в кайф. И вам, и ребенку, и эмоции. И в этом процессе не с теми, которые работают в отеле. Так что давайте пишите свои комментарии, что вы думаете о этой истории. Я рекомендацию свою дала. Если вам нужна консультация моя психологическая, вы все всегда можете найти мою почту в инфобоксе под видео «Развернуть инфобокс». Там есть моя почта. Пишите письмо с запросом на консультацию. Или консультация. Я вам вышли условия, стоимость и как это происходит. Если вам нужно прислать как автору письма историю для публикации на канале, пишите просто историю, от анонима сразу там пишите свою историю. Просто я вас прошу другим блогерам, то, что вы рассылаете истории, чтобы у всех подряд одних и тех же историй не было. Мне не присылайте сразу, если вы кому-то это отправляли. Если вы хотите от меня, то окей, пишите без проблем. Затем подписывайтесь на телеграм-канал новостей о Турции, самые свежие новости по ссылке в описании под видео. Спасибо за внимание. Всем пока.